Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. В Евангелии от Луки о событии, которое предшествовало Рождеству Христову, говорится. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Многие из нас знают эти и последующие евангельские слова, за которыми, несмотря на их малочисленность, стоит целая история римского и иудейского народов. Эту историю рассказывает протерей Владислав Цыпин в своей новой книге. Она вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и называется «Европа в эпоху гонений на христиан». Протерей Владислав Цыпин, доктор церковной истории, доктор богословия, профессор, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Сретенской духовной семинарии, профессор Московской духовной академии, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, действительный член Российской Академии Естественных Наук, член общества Право-Восточных Церквей, клирик храма Большого Вознесения, историк, канонист, богослов. В издательстве Сретенского монастыря ранее выходили книги этого автора «История русской церкви» 1917-1997, «Христианские корни европейской цивилизации и Россия», «Эпоха гонений», очерки из истории Древней Церкви и другие. Новая книга отца Владислава посвящена истории христианства в Европе первого-третьего веков, самого кровопролитного его периода, периода столкновения зарождающейся церкви с традиционными римскими языческими обрядами и императорским культом. Перед читателем предстает череда сменяющих друг друга римских правителей первых веков, их характеры, победы и поражения, государственные реформы, в том числе политика жестоких гонений по отношению к христианам, новому типу людей, свободных во Христе и верных ему до смерти. Политическую картину Римской империи автор дополняет сведениями о быте, нравах, культурной и религиозной жизни римского общества, о деятелях искусства и науки, о правовой системе, литературе, театре и архитектуре того времени. Открывает издание глава Рим в эпоху Принципата. Как отмечает автор, правлением Октавиана Августа открывается новая эпоха. Всемирно-историческое значение этого рубежа связано с изменением государственного строя, переходом от классической республики к Принципату. Если до августа провинции представляли собой нещадно эксплуатируемые поместья римского народа, который в начале I века до Рождества Христова включал в себя всех свободных италиков, то в правлении Принципсов шаг за шагом совершался процесс объединения провинций в единый юридический, политический и культурный организм. При августе новая система правления обрела свою классическую структуру. Ввиду исключительного значения его роли в создании этой новой модели государственного устройства, по мнению автора, стало целесообразно изложение истории нового периода Принципата, формально установленного в 1931 году до Рождества Христова. Обзором предшествующих бурных событий, с которых победителем вышел он, Октавиан Август, отец Владислав ей предваряет эту книгу. Он рассказывает о том, как проходил переход от классической республики к Принципату, говорит о политическом противостоянии в Риме после убийства Цезаря, о пути Октавиана на вершину власти, о политической системе Принципата и внутренней политики Августа, о римских провинциях и войнах на границах империи. Входит в эту главу и рассказ о Рождестве Спасителя. Свершилось это событие, как мы помним, в правлении императора Августа в Вифлееме. Там, пишет автор, в родном городе царя Давида, его потомок Дева Мария, родила обетованного пророками Мессию, Христа, названного именем, который в древности носил вождь израильского народа, отвоевавший обетованную страну у хананейских народов, Иисус, что в переводе значит «спаситель». В ту пору это событие не было замечено в Риме, да и в самой Иудее. О нем узнали лишь несколько вифлеемских пастухов и волхвы, пришедшие с Востока поклониться новорожденному царю Иудейскому, а от них уже сам Ирод. Но впоследствии летоисчисления, сначала в империи, со временем и во всем мире, стало вестись от этого события, так что даже символически история человечества оказалась разделенной им на две эры – до и после Рождества Христова. Как отмечает автор, Рождество Спасителя при императоре Августе, и то обстоятельство, что он подвергся переписи при своем рождении и был включен в списки подданных Рима, стало для христианской и староясовской мысли отправной точкой в развитии идеи о вечности самой империи Рима. Отсюда идет и учение о Москве, Третьем Риме. Отец Владислав также рассказывает о том, как на фоне упадка Римской империи происходило развитие церкви, как началась и развивалась христианская проповедь, как были написаны Евангелие и апостольские послания, как сформировался канон новозаветных книг, о том, как христианство распространялось на территории империи, и о том, как оно появилось на территории современной России, об образе жизни первых христиан, о богослужениях и таинствах Древней Церкви, о появлении ересей и борьбе с ними, о развитии христианского богословия. Особое внимание уделено подвигу христианских мучеников первых веков. О том, сколько вообще было гонений на христиан до времени правления Константина Великого, с точностью определить трудно. Но церковная традиция, по словам автора, насчитывает десять гонений. Нерона, Домициана, Трояна, Марка Аврелия, Септимия Севера, Максимиана, Деция, Валериана, Аврелиана и Диоклетиана, которые уподобляются десяти казням египетском и десяти рогам апокалиптического зверя. Но в этом их исчислении есть доля условности. Однако, сколько бы их ни было, автор отмечает одну особенность всех гонений. Это необъяснимый, с точки зрения здравого исторического смысла, провал религиозной политики могущественной сверхдержавы Древнего мира. Усилия гонителей оказались тщетными. Остановить распространение церкви, которая виделась им недугом, смертельно опасным для республики, для общественного блага, они не смогли. Для христианского сознания, для христианского восприятия исторических событий, за всем этим открывалось действие промысла Божия, исполнение обетования Спасителя. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Автор подчеркивает, что гонения на христиан послужили распространению христианства и возрастанию церкви, как об этом говорил еще Тертулиан. Кровь мучеников — семя церкви. Об истории Европы написаны сотни тысяч книг и миллионы статей. Большинство из них посвящено частным темам либо отдельным странам, регионам и эпохам. При написании книги «Европа в эпоху гонений на христиан» про Терри и Владислав Цыпин опирался на уже выполненные научные исследования. Книга будет интересна широкому кругу читателей, всем, кто давно хотел больше узнать об истории церкви раннего периода и об истории Древнего Рима, о том, чем жили и во что верили люди в эпоху появления христианства, и о том, почему начались гонения на христиан и как они привели к торжеству церкви. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова